Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на канале Геомир. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Сегодня мы, как обычно, поговорим с вами о необычных вещах. И мне хотелось бы поговорить о нашем военно-морском флоте, а именно о истории военно-морского флота. Как известно, родоначальником у нас был Петр I. Он именно заложил верфи в городе Воронеже, и самым известным кораблем стала Гота Пренестинация. Почему же такое интересное название именно этому кораблю было предложено Петром? И почему именно Воронеже, с чем это связано, вообще строительство? Почему Петр так резко решил сделать из России именно корабельную державу? Об этом мы с вами немножечко поговорим, и как раз поговорим об официальной все-таки версии, что же происходило на самом деле. Недавно мне так вот удалось побывать в городе Воронеже, друзья мои. Я сделал видеосъемку, что будет в ролике дальше. Ну и пока предисловие, давайте все-таки также по картам посмотрим, где находится сейчас данный корабль. Вот так он выглядит со спутника, если будем наблюдать. Здесь Адмиралтейская площадь города Воронежа реконструирована. Успенская, Адмиралтейская, также есть церковь, можем ее посмотреть. Вот таким образом она выглядит. Также Петровский остров, где он находился. Кстати говоря, в ближайшее время произойдет вот здесь реконструкция полнейшая. Здесь делают музей. Начало уже строительства положено. Вот видим, как делают набережную. Сделали такую отсыпку. И в ближайшее время вот до Вагресовского моста будет продлена также набережная от непосредственно Чернавского моста. Ну и давайте вернемся непосредственно к кораблю. Как известно, первый поход на Азов Петра закончился поражением в русско-турецкой войне. Тогда-то он и решил все-таки, что необходимо строить, наверное, флот, так как это вторая рука любой армии. И поэтому было принято решение начать вот такое величественное строение. Конечно же, многие считают, что это было связано всего лишь навсего с таким вот поражением Петра. И можно сказать, что вот так в порыве такого гнева, ярости, недовольства, он решил хоть как-то отомстить туркам, завоевать все-таки Азов. Решил все-таки все силы бросить на строительство кораблей и ударить с двух сторон. И с суши, и непосредственно с водоемов. Да, это такая, можно сказать, официальная теория. Что происходило на самом деле, друзья? Почему вот именно этому кораблю было присвоено такое интересное, нехарактерное, может быть, даже сказать, для российского флота название? Ну и давайте, как обычно, обратимся немножечко к официальным все-таки источникам. Готта прединстинация — это русская транскрипция латинского Готта прединстинаитен. Что в переводе означает «божье предопределение», предопределение Божье. Я прошу вас запомнить, это все-таки данный перевод. А причину предпочтения в употреблении царем синонима этого термина, предвидения, следует искать в том, что именно его в своем первом послании использовал апостол Петр, небесный покровитель царя, избранный по предвидению Бога Отца. Но, друзья мои, вот эту транскрипцию рассматриваем мы сейчас, как бы на современном языке, и говорим, что это предопределение. А на самом деле в те времена перевод немножечко звучал по-другому. Это, говорилось, перевод звучал как предвидение. Да, на самом деле подтолкнуло к строительству кораблей Петра Первого именно видение. Царю явился апостол Петр, который и велел ему строить корабли, развивать именно российский флот таким вот образом. И название данного корабля, Гота Преддестинация, решил Петр присвоить первому построенному вот этому судну из-за вот этого явления как раз. Это Божье видение, но не, как бы, как говорит официальная версия, предопределение. Ну, вот такую информацию, друзья мои, я нашел по поводу Гота Преддестинации, название данного корабля, почему она получила, почему именно Петр решил назвать таким, опять же говорю, не характерным, в принципе, названием для всех российских кораблей. Странное, но вот он дал начало, как бы, развитию флота России. И это было связано именно с видением, но не, как обычно сейчас трактуют, трактуют как предопределение. Да, конечно же, предопределение точно так же было, то есть, непосредственно благодаря вот этому толчку, такому развитию российского флота, мы сегодня, может быть, и имеем вот такой мощный флот, благодаря Петру Первому, благодаря вот этому предвидению. Ну, а так как, друзья мои, я уже в начале ролика сказал, что побывал в городе Воронеж и несколько съемок сделал сам, давайте мы их и посмотрим. Я не удержался, решил себя снять на фоне этого корабля. Все, я тебе, да, все, я тебе в WhatsApp напишу, так, давай, пока, пока, прости меня, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.